А на сегодня у нас шо? А на сегодня часть 32. Шо у нас месяце уже часть 32 дня, чи шо? А у нас, а у вас? А у нас 32. Ставьте педали и слухаем далее. Поехали. 32. Зуба, а? У мамента. Погнали, часть 32. И вот два молодых охотника подошли к мискам с едой и отобрали все самое лучшее, не прикасаясь только лишь к мясу. В отличие от своих диких собратьев, пещерный медведь в расшивневоле не знал этого вкуса. И вот, наконец, все блюда были опущены перед медвежьей шкурой, висевшей прямо на шесте. Мы испили крови Урсуса. Теперь отведуем его плоти и будем едины с ним, провозгласил Магур. Слова его послужили благословением к началу пира. Брут и Вурт первыми получили по куску медвежьего мяса. Затем настал черед всех остальных. Некоторое время над поляной раздавалось лишь только довольное чавканье. Мясо, выкормленное в отборной пищи медведя, было нежным и жирным. Хм, неужели? Голод делал еще вкуснее тщательно приготовленные плоды и овощи. Конечно, на природе-то. Оно все там вкусно. Пир оправдал все ожидания. А почему ты не ешь, Эйла? Спросила Эбра. Ты же знаешь, все мясо надо непременно съесть. Сегодня. Знаю, Эбра, но я не голодна. Эйла переживает. С набитым ртом вставила уба. Переживает она. Хорошо, что могуру выбрали для ритуала и не меня. Это хорошо. А то мне бы тоже кусок в горло не пролез. Все равно, Эйла, попробуй, попробуй мясо, сказала Эбра. Каждому следует съесть ну хотя бы кусочек. Ты давала Дарку бульон? Он обязательно должен его выпить. Это приобщит его к клану. Да, я ему давала. Но он выпил совсем немного. Ога недавно кормила его. Ога, а Греф не голоден? А то у меня груди разболелись. Они такие полные молока. Мне надо было подождать тебя, Эйла. Но они оба так проголодались. Завтра ты покормишь их обоих. Да, молока у меня хватит на всех четверых. А сегодня вечером дети не запросят есть. Они будут спать без просыпа. Им ведь тоже дадут дурманного отвара, как и всем людям клана. Уба покажет тебе, сколько им можно выпить Ога. Я сразу, как покончим с едой, пойду к Крэбу и не вернусь до самого конца ритуала. Смотри, не слишком задерживайся там. Наш танец начнется сразу после того, как мужчины удалятся в пещеру. Целительницы будут отбивать ритм. Танец с женщин на великом сходбище – это событие, которое нельзя никак пропустить. Вряд ли я сумею отбивать ритм. Правда, Иза пыталась меня учить. И здесь целительница из клана Норга показала мне, как это делается. Но у меня не было случая попробовать самой, – заметила Эйла. «Ты стала целительницей совсем недавно», – вступила в разговор Овра. «Конечно, Иза. Она в первую очередь обучала тебя чарам врачевания, а не танцам. Хотя танцы – это тоже чары. Целительницы должны знать многое». «Жаль, что Изы нет с нами», – вздохнула Эбра. «Я рада, что Магоры приняли тебя, Эйла. Но я скучаю по Изе». «Я тоже скучаю по Изе», – горячо откликнулась Эйла. «Мне так не хотелось расставаться с ней. Недуг ее очень серьезный. Хотя она и не подает виду. Надеюсь, сейчас она вдоволь отдыхает там. И греется там на солнышке». «Когда настанет время отправляться в иной мир, Иза уйдет. И с этим ничего не поделаешь. Никто не может продивиться зову духов», – заявила Эбра. «И Эйла аж сдрогнула, хотя и ночь была теплой. Это тревожное предчувствие вдруг овладело ей. Словно дуновение прохладного ветерка внезапно напомнило о близком конце лета. И тут Магур сделал знак. И так и не совладав с волнением, она скрылась в пещере. Чаша изы, древняя чаша, служившая поколением целительниц, лежала на меховой подстилке. Эйла заранее вынула ее из сумки. Молодая женщина достала заветный мешочек, расписанный красными узорами, и высыпала на подстилку все его содержимое. В переменчивом свете факелов она долго рассматривала каждый тебе корешок. Несмотря на все объяснения, изы Эйла никак не могла точно определить, сколько же корней потребуется, чтобы приготовить напиток для десяти Магуров. Ведь чудодейственная сила отвара зависела не только от количества корней, но также и от их величины, и от возраста каждого из них. Эйле ни разу не довелось видеть, как готовит священный напиток сама Иза. Целительница много раз повторяла, что он предназначен только и только для великого обряда. Дочери целительниц обычно овладевали их чарами. Не только наблюдая за своими матерями и внимая их наставлением. Знания хранились в их родовой памяти. Но Эйла родилась среди других. Наконец она отобрала несколько корней и, поколебавшись, добавила еще один, чтобы уже знать наверняка, что напиток обязательно подействует. Потом она отправилась к тому месту у проема, где хранилась свежая вода в сосудах. Крэп приказал ей ждать там. Тем временем священодействие началось. Началося! Барабанная дробь и глухие удары копий оземь, трель, извлекаемая из длинной полой трубы, оповестили о том, что настал час. Пробил час обряда. Помощники шаманов обносили мужчин чашами, полными дурманного отвара. Испив магического зелья, мужчины образовали круг. Движения их обрели ритм и согласованность. Женщины подались назад. Их время еще не пришло. С недаемое беспокойством Эйла ослабила завязки накидки. Она вся превратилась в ожидание. Танец мужчин становился все более неистовым и самозабвенным. И вот, когда на плечо Эйлы опустилась чья-то рука, она едва не подскочила от неожиданности. Так бесшумно магуры вышли из глубины пещеры. Но испуг Эйлы улегся, когда она узнала Крэба. Шаманы в безмолвии приблизились к шесту, на котором висела медвежья шкура. Великий Магур шел впереди. На какое-то мгновение Эйле показалось, что пещерный медведь ожил на какое-то мгновение. И, распахнув свою грозную пасть, он готов наброситься на хромого чародея. Но это был обман зрения. Эйла видела, как по мгновению руки священного мужа деревянные инструменты стихли. Люди замерли, пораженные тем, что магуры возникли у шеста, словно из-под земли выросли. Однако внезапное появление шаманов тоже было обманом зрения. И Эйла видела, как им удалось его достичь. Магур замер. Ожидание все возрастало и возрастало. Ожидание. И, наконец, Магур удостоверился, что все взоры устремлены на шкуру пещерного медведя и на шаманов, стоявших рядом. И только тогда он подал знак, неприметный для других, но не ускользнувший от пристального взгляда Эйлы. Она проворно скинула накидку. Она наполнила чашу водой и зажала в кулаке корни и, глубоко вздохнув, направилась к всемогущему одноглазому магу. Стоило Эйле войти в круг света, в толпе поднялся изумленный ропот. В меховой накидке, многочисленные складки, которые скрывали контуры ее фигуры, Эйла отличалась от соплеменников не так разительно. Обнаженная она поражала своим несходством с женщинами клана. Люди клана обоих полов были приземисты и крепко сбиты. А тело Эйлы, несмотря на раздувшиеся от молока груди, казалось необычайно тонким и таким хрупким. Тонкая талия, округлые бедра, длинные прямые руки, ноги. Ничто в ней не напоминало женщин клана. Даже эти черные и красные круги и узоры, покрывающие ее тело, не делали его более похожим на тела соплеменников. А лицо ее, лишенное надбровных дуг и выступающих вперед мощных челюстей, показалось собравшимся еще более плоским, чем обычно. Этот высокий лоб и маленький прямой нос особенно бросались в глаза. Густые светлые волосы, доходившие Эйле до середины спины, блестели и переливались в свете костров. «Такие волосы — это ненужные и бесполезные украшения для безнадежно уродливой женщины. Щел про себя каждый из них». Но наибольшее удивление вызвал рост Эйлы. Обычно она ходила торопливо, опустив голову, как и приличествует женщине клана. И рост ее был не особенно заметен. А сейчас, когда она стояла напротив шаманов во весь рост, этот рост всех поразил. Наклонив голову, она могла увидеть макушку Магура. Эйла была выше и намного, чем самый рослый мужчина в этом клане. «Выше всех». Магур совершил несколько церемониальных движений, испрашивая зашитый духов. Эйла положила себе в рот сухие, жесткие корни. Жевать их оказалось нелегко, ведь у нее не было сильных челюстей и крупных крепких зубов, как у людей клана. Но она как могла старалась. Иза предупреждала ее, что выступающие из корней сок не следует глотать. Ни в коем случае. Но Эйле не удалось избежать этого. Она не знала в точности, когда корни, следующие из достаточно размягчившимися, и жевала, жевала их, пока у нее не свело скулы. Выплюнув, наконец, измельченные эти корни, она ощутила, что в голове у нее стала вдруг гулка и пусто. Опустив кашицу в чашу с водой, Эйла принялась размешивать ее руками. Некоторое время спустя в сосуде образовалась однородная белая жидкость. И тогда Эйла передала чашу Гуву. Каждый из помощников шаманов, ожидающий, пока Эла свершит свои чары над корнями, держал в руках сосуд с дурманным отваром. Каждый! Гув вручил свой сосуд Эйле, а чашу с белой жидкостью поднес Магуру. Меж тем, другие помощники шаманов тоже отдали сосуды с дурманом целительницам своих кланов. Магуру пригубил чудодейственный напиток. Пригубив! Он чересчур крепок, сообщил он Гуву. Следи, чтобы отпевали не слишком много. Чуешь, что кажу? По чуть-чуть. Эйла и другие целительницы направились к женщинам своих кланов и дали им отведать этого дурмана. Последние капли в сосуде Эйла осушила уже сама. Ее охватило какое-то странное чувство отстраненности. Ей казалось, будто она смотрит на себя издалека. Со стороны стоит и смотрит. Старшие целительницы взяли барабаны и начали отбивать жесткий отчетливый ритм. Эйла словно завороженная наблюдала за размеренными взмахами деревянных палок. Ей было интересно, как это все движется, а потом извлекается звук. И вот целительница клана Норга предложила ей барабан. Поначалу Эйла только прислушалась, робко похлопывая по своему инструменту, но потом разошлась и принялась сама извлекать звук. Она колотила в полную силу. Эйла позабыла обо всем. Она не замечала даже времени. Вскинув голову, она с удивлением увидела, что все, все мужчины исчезли, а движения танцующих женщин были полны свободы и стомы и страсти. Повинуясь этому непреодолимому желанию присоединиться к ним, она отбросила барабан. И он покатился по земле, завертелся на месте и остановился. Внезапно форма инструмента напомнила Эйле о чаше, чаше изы, драгоценной древней чаши, доверенной ее попечением. «А где это чаша теперь?» с ужасом подумала Эйла. «А вдруг ее разобьет? А вдруг она потеряется?» Она представила себе лицо изы, и слезы так и выступили у нее на глазах. Потекли ручеечки. «Чаша изы и не уберегла ее», корила сама себя Эйла. «И не уберегла прекрасную древнюю чашу, которая досталась изы еще от матери, чашу, которая передавалась из поколения в поколение». Эйле привиделась череда целительниц, уходившая в туманное далекое прошлое. Все они походили на изу как две капли воды, и каждая держала в руках этот бесценный сосуд, побелевший аж от времени. Потом целительницы исчезли. Все, нету их. И перед мысленным взором Эйлы замаячила уже только лишь чаша. И вдруг неожиданно она треснула и раскололась надвое. И внутри у Эйлы все сжалось. «Нет, нет, я должна спасти чашу изы», твердила она про себя. Эйла покинула круг женщин и нетвердой походкой направилась к пещере. Ей казалось, она никогда не доберется до того проема. не дойдя до входа, она принялась перебирать костяные тарелки, деревянные миски с остатками пиршества, все в одну кучу, но драгоценной чаши среди них не оказалось. А проем пещеры так и притягивал ее. И она двинулась на свет факелов, горящих внутри. И вдруг кто-то преградил ей путь. Нельзя, не можно. И Эйла оказалась в лапах мохнатого грозного создания. И у нее аж дыхание перехватило. Прямо на нее смотрели эти пустые глаза пещерного медведя. И зубастая пасть распахнулась. Отпрыгнув от страшного зверя, Эйла бросилась вглубь пещеры. Она побежала. Она сделала несколько шагов, и взгляд ее упал на какой-то предмет, поблескивающий в темноте. Он лежал неподалеку от входа, там, где Эйла ожидала знака Магура. Опустившись на колени, она бережно подняла чашу изы и прижала ее к себе. Над ней еще оставались размягченные корни и молочно-белая густая жидкость. А они выпили не все, в страхе подумала Эйла. Не все! я сделала слишком много, и я не сумела верно рассчитать. Но как поступить с тем, что осталось в чаше? Эйла много раз повторяла, что выливать священный напиток никак нельзя. Это непростительное кощунство. Поэтому она и не стала мне показывать, как его готовить. А я сделал слишком много. А вдруг кто-нибудь узнает про мою оплошность, а? Тогда все решат, что я не целительница, что я не преемница изы, что я не женщина клана. И наш клан заставят покинуть сходбище. Как же мне быть? Как быть? А я выпью. Я выпью этот напиток сама. Вдоволь. До дна. Вот и выход. С облегчением вздохнула Эйла. И она торопливо поднесла эту чашу к губам и осушила ее. Чудодейственный напиток и так был слишком крепок. А густой осадок на дне обладал еще более мощным действием. И все. Поехала. Эйла, пошатываясь, направилась во второй отсек пещеры. Сквозь сумбур в ее голове смутно брежила одна неотвязная мысль, что чашу ее необходимо надежно спрятать. Спрятать. Но прежде чем Эйла добралась до своего очага, чары напитка завладели ей полностью. Все накрыло. Внезапно Эйла перестала вообще понимать, кто она и где. Незаметно для себя она уронила эту драгоценнейшую чашу прямо на камне, окружавшие очаг. Спрятала. Сохранила. Во рту она ощущала неведомый доселе вкус. Вкус древнего первобытного леса. Это был вкус влажной плодородной земли, гниющего дерева и гигантских листьев. Все вместе. Магия вкусов. Стены пещеры вдруг словно раздвинулись, отступая все дальше и дальше от нее. Эйле, казалось, она превратилась в насекомое и ползет по земле. Ползет кузнечик. Теперь, теперь она слышала все. Она замечала все мелочи. Ранее ускользавшие от ее взора, она видела каждый тебе камешек, каждую песчинку, легчайшие отпечатки ног. Краешком глаза она уловила какое-то движение. Это был паук. Он сбирался по своей шелковой нити, сверкающей в свете факелов. И этот звук она все слышала. Огонь притягивал Эйлу непреодолимо. Как зачарованная она смотрела на эти пляшущие языки пламени, на черный дымок, уходящий к сводам пещеры, которые тонули в кромешеном мраке. Подойдя к факелу поближе, Эйла увидела в нескольких шагах еще один и двинулась на это манящее пламя. Стоило ей дойти до него, она заметила впереди другой факел. потом еще и еще другой. Они уводили ее все глубже и глубже в пещеру. И вскоре эти факелы сменились маленькими каменными светильниками. Но Эйла не обратила на это внимания. От ее затуманенного взгляда ускользнул просторный подземный зал, где сидели мужчины, погруженные в глубокое забытие, и тесный отсек, где в беспамятстве лежали мальчики, подростки, впервые допущенные к участию в обряде наравне со взрослыми. Влекомая только лишь огнем, Эйла переходила от одного светильника к другому. Эти огни провели ее через узкий коридор, за которым открывался обширный сводчатый зал, и снова поманили в узкий проход. Она то и дело спотыкалась на неровной почве и хваталась за эти влажные стены, которые начинали предательски кружиться, расходились, уходили от меня. Войдя в очередной коридор, она различила впереди розоватое сияние. Проход оказался невероятно длинным, и она брела, брела, брела по нему целую вечность. Вот он, свет в конце туннеля. Никак не дойду. Иногда ей представлялось, что она со стороны смотрит на светловолосую молодую женщину, которая пробирается по этому сумрачному подземному коридору. Никак не дойдет. Ну, вот же, вот, еще чуть-чуть, немного. В голове у Эйлы царила густая темная пустота. Перед ней словно распахнулась ужасающая безмерность небытия, и она невольно содрогнулась. Наконец, Эйла достигла освещенного конца коридора. Впереди несколько человек сидело на полу. Они образовали круг. Остатки осторожности, сохранившиеся в затуманенном мозгу Эйлу, заставили ее остановиться и притаиться за каменным выступом. В залитом светом подземном зале десять магуров справляли священный ритуал. Они открыли праздничный вечерний обряд, в котором принимали участие все мужчины клана, но завершить его доверили своим помощникам. Сами же шаманы удалили святилище, чтобы приобщиться к таинству, скрытому даже от тех, кому предстояло прийти им на смену в будущем. Перед каждым из магуров, закутанных в медвежьи шкуры, стоял череп пещерного медведя. Перед каждым из них. В нишах по стенам тоже виднелись магические черепа. Где они взялись только? В центре круга Эйла заметила какой-то предмет, покрытый темными волосами, но она не сразу поняла, что это. И вдруг ее пронзила страшная догадка. Только лишь благодаря действию этого напитка, сковавшего ей горло, только потому она не закричала сейчас. Потому что это была голова. Голова горна. Аж помертвев от ужаса, Эйла наблюдала, как магур из клана Норга камнем проделала отверстие в затылке погибшего охотника. Камнем. И показалось это розовато-серая масса. Это были мозги горна. Шаман безмолвно свершил над головой несколько ритуальных знаков. А потом он запустил руку в это отверстие и зачерпнул немного вязкого вещества и передал эту голову следующему магуру. В глазах Уэйлы аж потемнело от отвращения. Мурашки пошли по всей коже. Но в то же время это жуткое зрелище властно притягивало ее взгляд. Она никак не могла оторваться. Каждый из шаманов держал на ладони частичку мозгов человека, убитого грозной лапой пещерного медведя. И тут голова Уэйлы закружилась, словно перед ней разверзлась бездонная пропасть. Все, вот-вот упадет. Она судорожно сглатывала, чтобы сдержать тошноту. Но когда священные мужи клана принялись поедать человеческие останки, тут Эйла не выдержала. Она сорвалась с обрыва и устремилась в гулкую, зияющую тьму. Она летела и падала, а крик так и рвался у ее из груди. Но она лишилась голоса, она лишилась зрения, она лишилась всех чувств. Тело ее отказалось служить ей. Но в своем оцепенении она не могла избавиться от леденящего кровь кошмара. Не разжимая губ, она кричала, она умоляла о помощи. Но все было напрасно. Страх сжимал ее все крепче и крепче, увлекая в эту черную бездну. И вдруг неожиданно она вновь обрыла почву под ногами. Она почувствовала какое-то новое ощущение, блеснувшее в ее мозгу, повлекло ее прочь из затягивающей пустоты. Внутри ее ожили чувства, но она с изумлением догадалась, что они принадлежат не ей, а кому-то другому. Самым сильным из этих чувств была всепоглощающая любовь. Она всех любила, но к ней примешивался еще и страх, а затем гнев и даже любопытство. Потрясенная Эйла поняла, что в сознание ее проник Магур и завладел всеми ее помыслами. Всем своим существом она испытывала это странное стеснение. В этом духовном слиянии недостижимом на физическом уровне было что-то захватывающее и упоительное. Всегда бы так. Чары магического напитка из корней обострили способности, отрождения заложенные во всех людях клана. Бессознательные знания, инстинкты, дарованные от природы, слагались у них в память, общую, родовую память. Люди клана умели взывать к знанию своих предков, и в моменты, когда чувства их обретали особую пронзительность, могли сливаться в едином сознании. Магуры, чей дух привык покидать телесную оболочку, настойчиво развивали свои врожденные способности. Каждый из них проникал в другого, соединяясь с ним в одно целое. Только лишь великий Магур обладал несравненным даром мистического видения. Он не только умел раздвигать пределы своей памяти и впускать внутрь себя воспоминания других. Через его мощнейшее сознание осуществлялась связь прошлого с будущим, единение прародителей и потомков всего клана. Поэтому слияние, переживаемое мужчинами его клана во время обрядов, было особенно полным и всеобъемлющим. Магур вбирал в свой гигантский мозг память сидевших вокруг него людей. И каждый ощущал, что не отрывен от остальных и испытывал восторг, который дает только лишь духовная близость. гигантский эта белая жидкость из чаши изы, она уничтожила все преграды, все, нету их. Помыслы шаманов открылись Магуру, и их единение вовлекло в себя и Эйлу. Тяжелые роды искалечили тело Магура, но телесная его немощь возмещалась невероятнейшим развитием мозга, который обрел сверхъестественную силу. Этот кривобокий хромой человек являлся венцом, которому стремилась природа, создавая людей, клана. НОВЫХ Людей Ныне эта ветвь человечества исчерпала свои возможности развития. Чтобы выжить в стремительно меняющемся мире, людям клана требовалось измениться самим. Но, подобно гигантским животным, которым они питали благоговейное почтение, люди клана были не способны коренным переменам. Они достигли высокой степени общественного развития, заставляющего их заботиться о больных, о незрячих, и высокой степени развития духовного, заставляющего их хоронить мертвых и чтить своих покровителей. степени обладали мозгом невероятных размеров, но они были лишены лба. Его попросту не было. Природа отказала им в возможности решительного рывка. На протяжении нескольких столетий клан не двигался вперед. Он только лишь повторял опыт прошлого. Все, остановилась эволюция. Он был обречен разделить судьбу мамонтов и громадных пещерных медведей. И сами того не зная, люди с каждым днем приближались к этому угасанию, уготованному им в недалеком будущем. Искалеченный Крэп вобрал в себя всю духовную мощь, отпущенную человеку природой. Но и он был бессилен что-либо изменить. Эйла ощущала, как потоки чужой крови сливаются с ее собственными. На секунду, на секунду еще, еще. Могучее сознание великого чародея озарило самые темные уголки ее сознания. Блуждая в памяти Эйлы, Магур обнаруживал, что пути слияния привычные для людей этого клана, что они все, они закрытые. Но он выискивал, он искал малейшие проблески общности, он использовал любую возможность проникновения, пробиться через эту стену. Спугающей ясностью Эйла вдруг поняла, что это он удержал ее от падения в бездонную пропасть. Более того, управляя сознанием других Магуров, он не позволял ему удостовериться в ее присутствии. Она ощущала, что Магур единый со всеми другими шаманами. для нее же все не оставались чужими, для нее. Они в свою очередь догадывались, что помимо них Магур связан с кем-то еще. Но им не дано было знать, что это Эйла. И как только Эйла поняла, что Магур спас и защитил ее, она прониклась этим священным трепетом, с которым шаманы совершали ужаснувший ее акт каннибализма. Ей открылось, что для них он являлся истинным причастием, что без этого никак. Один раз в семь лет люди упорно преодолевали тяготы далекого пути, чтобы ощутить себя единым народом, кланом пещерного медведя. Мы все вместе. Люди клана сообща владели своим родовым наследием, и все ритуалы, справляемые на сходбище, обладали для них одинаковым смыслом. Никто из шаманов даже не сомневался, что таинство, которому они предавались, благотворно для всех их соплеменников. И, вкушая мозг молодого охотника, ушедшего виной мир вместе с Урсусом, они насыщались его доблестью, а через них людей, наделенных особым расположением духов, этой доблестью могли насытиться и все остальные. А Эйла не ошиблась, ощутив, что Могуром владеют страх и гнев одновременно. В соответствии с древней традицией участвовать в ритуалах позволялось только мужчинам. Стоило женщине хотя бы краешком глаза увидеть самый заурядный ритуал, клану этой женщины грозили бы беды. но глазам Эйлы открылся отнюдь незаурядный ритуал. То, что она проникла в подземное святилище, могло означать только лишь одно, что впереди весь их клан ожидают неисчислимые проклятие. Ведь Эйла была женщиной, к тому же она была одной из других. И теперь Могур знал это наверняка. В тот самый момент, когда он понял, что она здесь, внезапное озарение открылось ему, что она не принадлежит клану. Мгновение спустя он осознал все ужасающие последствия совершенного Эйла в кощунство. И ей не могло быть прощения. В клане не существовало наказания, соответствующего столь страшному преступлению. Его просто не было. Даже смертельное проклятие не было достаточно суровой карой. Даже оно. им агур не успел решить, как наказать Эйлу. Им овладело неудержимое желание узнать побольше о ней. Побольше об тех, об других. И с удивлением для себя он ощутил, что она испугана и молит о помощи. она боится. А эти другие отличались от них. Но отличия эти были не столь уж разительны. Магур чувствовал, ради спасения клана ему необходимо понять, каковы они представители другой человеческой породы. Какой у них мозг? Любопытство, которым Магур был наделен сильнее, чем его равнодушные ко всему новому соплеменники, пересилило ужас, любопытство. Ведь Эйла всегда оставалась для него загадкой. И сейчас, сейчас ему представился случай разгадать ее. Связав воедино познание десяти шаманов и покорный дух Эйлы, он увлек их в бездны истории, к первоисточникам бытия. И Эйла опять, она опять почувствовала на губах этот вкус, вкус древнего леса. И вслед за тем вкус теплый, солоноватой воды. Видение ее не обладало такой отчетливостью, как у остальных. Слияние было для нее вновь. Она впервые возвращалась к своим началам. Впервые. И воспоминания ее скрывала эта мутная дымка. Но на самом глубоком уровне воспоминаний ее оказались теми же, что и у людей этого клана. Истоки у нас общие, понял Магор. И Эйла тут превратилась в комочек слизи, омываемой животворными морскими водами. Слизь во плоти. Постепенно тело ее приобрело форму и очертания. Биение жизни стало вдруг увереннее. Она захотела жить. И она ощутила резкую боль, выйдя из воды, и впервые она глотнула воздуха. теперь ее окружал непроходимый лес. И она пряталась в зарослях, спасаясь от гигантских животных, сокращающих все на своем пути. Где они взялися? Потом страшный зной сжег этот лес и превратил его в пустыню. Все, ничего нету. Гонимая за сухой, Эйла вновь оказалась на берегу моря. Опять за засухой море вода, опять слизь во плоти. спасительные воды скрыли ее. Они неузнаваемо преобразили все ее тело, смыв с него косматую шерсть. И вот она опять покинула море. А близкие ее сородичи, которые тоже дышали легкими, а не жабрами, и вскармливали детенышей молоком, они остались там. в воде. Оказавшись на суше, Эйла стала ходить прямо, на задних конечностях, а передние высвободились для работы. Они были свободны. Глаза ее обрели остроту, и у нее появились зачатки лба. Отныне тропа ее разошлась с тропой Магура. Отныне. Но все же они двигались в одном направлении, вместе, параллельно. тропа каждый видел другого. На расстоянии, но видел. Вместе тропки идут. Однако расхождение неумолимо увеличивалось. Они все отдалялись и отдалялись друг от друга. И вот наконец, чтобы следовать вместе с Эйлой, Магуру пришлось разорвать эту духовную связь с другими шаманами. И теперь только лишь два сознания сохраняли единство. Сознание пожилого мужчины, рожденного в клане, и молодой женщины, рожденной среди других. Они сплелись в одно целое. Если раньше Магур вел Эйло, теперь он только следил за ее движениями, а она видела, куда идет он. в эйло, он и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!